Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с Вадимом Родионовым опять с вами. У нас такой эфир во время чумы. Эфир во время чумы. Ну, слава богу, все-таки коронавирус не чума. Ну, это так. Но, тем не менее, ситуация действительно серьезная. Ситуация серьезная. Я, конечно, все равно, что цитируем всяких классиков, сказал Тютчев, блажен, кто посетил все мир в его минуты роковые. Вот не чувствуя блаженства, с удовольствием жил бы в тихие, благополучные, сытые, мещанские времена. Ну, вот, к сожалению, как-то к нам очередное испытание появилось. Наше мнение никто не спросил. Нам приходится что-то с ним делать. И, судя по тому, что происходит в мире, основное, что рекомендуется в первую очередь во всех странах, что в Китае обеспечиваться силой автоматиков и танкистов, где-то, словами убеждения, социальное дистанцирование. То есть, держаться друг от друга подальше. По большому счету так. Это можно перевести на русский язык. Да, так сказать, социальное, социум, держаться от общества подальше. Вот это, мне кажется, очень интересная тема. Во-первых, пути этого дистанцирования, как мы к этому приходим, что мы от этого должны делать, а самое главное, что мы от этого испытываем, и так ли это уж однозначно плохо оказаться в этом самом дистанцировании. Мне кажется, это зависит от человека, экстраверт, интроверт, в зависимости от того, кто есть кто, вот он по-разному переносит, потому что мы вот, когда принимаем звонки, люди рассказывают, кому-то это дается легко, потому что он, в общем-то, и в обычной жизни, без карантина, не особо стремится к каким-то массовым мероприятиям, шумным компаниям, а проводит время с ограниченным количеством людей. А кто-то страдает искренне, потому что говорит, что и так в этом городе нечего делать, а теперь вообще это еще и нельзя. Соответственно, наверное, от нас, от каждого зависит, как мы это переносим. И в этом нельзя, да и выбраться некуда особо. Никто нас отсюда не выпускает, то есть, можно выпустить, но нигде не ждут. Ну, для кого-то это тюрьма, эти закрытые границы, а для кого-то это возможность побыть наедине с собой лишний раз. Да, наверное, мы согласимся на том, что наступили времена интровертов, что, всегда говорю своему пациенту, что нет ни одного типа личности, которая однозначно позитивна или однозначно плоха. Всегда есть плюсы и минусы. Вот времена социальной дистанцировки, абсолютно право, Вадим, переносятся интровертами намного проще. Социальная дистанцирование – это их принцип жизни. Ну, есть разные степени интровертности и разные степени дистанцирования, но, тем не менее, согласимся, что есть множество людей, которые не испытывают такой уж потребности в бесконечном кипении событий и людей вокруг. Ну, вот я хоть и работаю журналистом, но, честно говоря, моя жизнь по большому счету никак не изменилась. То есть от того, что после работы нет массовых мероприятий, которые я мог бы посетить, но не посещаемые, вот я от этого не страдаю совершенно. Поэтому, ну, я понимаю, что есть люди, которым это необходимо крайне, но вот лично я это достаточно легко переношу. Ну, лично мы, Вадим, мы с вами знакомы уже несколько лет. Вы никогда не были таким экстравертным экстравертом? Нет, я никогда не был. Вы никогда не стремились к тусовке, не фонтанировали бесконечными монологами, не стремились привлекать к себе внимание окружающих и так далее, и так далее. Ну, может быть, я все-таки работаю в сфере, где эта потребность удовлетворяется, и, соответственно, просто мне больше не надо. То есть мне достаточное общение с людьми, незнакомыми по большей части, вот на работе. Умеете вы устроиться в жизни, Вадим, как я погляжу? Ну, посмотрим, как будет дальше. Ну, пока так. Дистанцирование от социума. Я думаю, что на самом деле практически все мы в какой-то момент испытываем потребность в социальном дистанцировании. Мы можем назвать это уединением, можем называть это желанием остаться наедине с собой, прислушаться к себе. Люди говорят, до сих пор в Японии, да и в Америке, есть люди, которые уезжают побыть в дзен-буддийских монастырях. Человек просто поселяется, он недельку-другую, ходит на какие-то коллективные медитации, занятия, молитвы, в основном молчит, и кроме этих коллективных занятий, вновремя проводят наедине с собой. И говорят, что люди чувствуют перезагрузку. Даже, кстати, мы как-то упоминали какую-то из передач в Корее, по-моему, люди специально платили, чтобы пожить в тюрьме. И мы отводили камеру, в которой они и находились. Ну, такой радикальный способ, мне кажется. Не очень комфортно там всё-таки. Ну, наверное, каждый из нас сам для себя определяет, какое давление окружающей среды, давление социума в состоянии выдерживать. Какую у нас будет потребность, а где границ, которым он навязывает тот самый социум. Я думаю, что само дистанцирование – это прекрасный шанс услышать себя. Потому что чем дальше мы от социума, тем ближе мы к кому? К самому себе. Да, совершенно верно. А то, что мы не успеваем в таком ритме жизни часто – это задуматься, осмотреться, посмотреть, почувствовать, что внутри происходит. Не успеваем или не очень хотим. Мы с вами прекрасно знаем, есть масса людей, которым дома в тишине неспокойно. Они обязательно включают телевизор. Причём даже не смотрят его. Пусть хотя бы говорят. Это иллюзия присутствия кого-то. Меня всегда интересовало в спортивном зале. Когда ходишь в зал, там очень часто бывает так, что телевизор что-то показывает, озвучит музыка из колонок. И то, что он показывает, текста не слышно. Людям важно, что-то мелькало и происходило. Им так как-то веселее. Причём, когда я спрашиваю, что именно, толком никто объяснить не может. Ну, так, кто-то там мелькает. Интересно как-то. Так вот, я думаю, вот это кто-то там мелькает, телевизор, в котором мы видим, что что-то происходит, но не слышим, что, это прекрасная метафора вовши нашей жизни. Потому что этот поток мелькающих картинок достаточно хаотичный. Это то, в чём мы живём. Ну, это ведь такое, с одной стороны, ощущение, что ты живёшь, а с другой стороны, как мне кажется, может быть, это парадоксально не звучало, это как раз то, что забирает жизнь. Потому что это мельтешение, которое сливается в такой общий фон, и потом невозможно выделить какие-то элементы. А что ты прожил-то? Что промелькнуло за этот период времени, и что оно в тебе оставило, и что оно в тебе сохранило? Простите меня, жизнь, по-моему, забирает всё. Ну, всё, что забирает жизнь, говорится. Финал тоже мы знаем. Где-то была какая-то надпись на часах, в какой-то книге по-латыни, я не помню, надпись на часах «ранят все, последний убивает часы». Да. Ну, здесь не поспоришь. Но, с другой стороны, может быть, всё-таки это вопрос глубины восприятия, потому что, опять же, поделюсь своим субъективным ощущением, что иногда прочитанная книга, она даёт гораздо больше, чем вот огромное количество каких-то мельтешащей информации, проходящей через тебя или рядом с тобой и так далее. Потому что нет этого погружения. Когда нет этого погружения, нет и удовлетворения, и кажется, что жизнь, она просто проходит мимо. А когда ты получаешь что-то действительно важное, что-то, что тебя трогает, какую-то глубину постигаешь, через литературу, например, или через музыкальное произведение, то это ощущение снижается. Во-первых, для книги нужно иметь потребность её прочесть. Во-вторых, книга книги рознь, потому что есть книги, которые являются той же частью того же шума. Да. Хорошая книга – это важно. Хорошая на ваш взгляд. Давайте подумаем. Вообще, с чем мы оказываемся наедине, дистанцируясь от социума? Вот очень популярный такой шуточный ролик ходит по Фейсбуку, где какого-то чернокожего джентльмена такой замогильный голос спрашивает. Социальный карантин. У вас есть два варианта. Вариант А. Вы проводите его вместе с женой и ребёнком. Вариант Б. Б, говорят те джентльмены. Б. Конечно же, Б. То есть, одеваем мы с вами с семьёй. То, откуда мы каждый день уходим на работу, возвращаемся вечером, ребёнок уходит в школу, все как-то расходятся и собираются, в общем-то, видеть друг друга зачастую не так уж много. То есть, изолируясь, мы в первую очередь оказываемся наедине с самыми, по идее, близкими. И это интересное испытание, на самом-то деле. Сколько из нас готовы оказаться наедине с близкими ни день, ни два, и даже ни неделю отпуска, а непонятно сколько. Но здесь ведь уже есть статистика по разводам, что люди, которые оказались в вынужденном карантине, там выросло число разводов, потому что они вдруг увидели своих близких и, в общем-то, задержались с ними на одной территории слишком долго. Как развестись? Какие-то предохранения. Есть удалённый доступ к разводам? Ну, нотариус, вероятно, разъезжались. Сложно сказать, как это всё происходило, но что-то в этом есть, безусловно, потому что, может быть, здесь срабатывает всё-таки вот этот ритм жизни, который как-то выстраивается, что мы видимся, в общем-то, какое-то определённое число часов, ну и нужен человеку отдых, чтобы отдыхать даже от самых близких людей. Нет? Вот это всё-таки как-то предусмотрено. Во-первых, близкие – снова близость, близость и рознь. Есть много отношений. Я среди пациенток часто бывали жёны моряков, которые говорили, вот сначала ждёшь мужа из рейса, скорее бы вернулся, потом ждёшь, скорее бы он уже ушёл обратно в рейс. Я слышал такие истории. Потому что как-то уже привычно, вот слишком долго вместе не находиться, начинает раздражать. То есть люди привыкают ко всему. Так вот близость и рознь. И очень часто люди имеют такую благую возможность не задумываться, что между нами на самом деле происходит, насколько мы на самом деле близки. и где те подводные камни, которые наш брак, наши отношения не разбиваются, потому что мы не так часто видимся. И это сейчас, наверное, тоже-то... Ладно, дистанцировано. Вот люди, которые вернулись, откуда-то отказались в карантине, как сказал один мой знакомый, боже мой, две недели с женой, не выходя из дома. Ужас. И это шутки шутками, но на самом деле это серьёзные испытания. И с одной стороны это испытание, а с другой стороны, мне кажется, это такая интересная возможность, уже если деваться друг от друга некуда, и не вцепляться друг с другом в горло постоянно, то хотя бы возможность поговорить. Кто мы друг к другу? Зачем мы вместе? Если мы сейчас так злимся, или, наоборот, нам хорошо, когда мы проводим эти дни вместе, нам можно многое понять друг у друга, а другие понять, что можно изменить во всей этой истории. Нужно ли что-то менять? Ну, то есть это возможности всё-таки глубоко разобраться в своих отношениях, потому что другого выхода по большому счёту и нет. Если ты находишься в такой вынужденной изоляции, и здесь, в общем-то, можно и всё это решить. Я, честно говоря, не удивлюсь насчёт разводов, что некоторый процент людей, оказавшись надолго наедине друг с другом, захотят пересмотреть свои дальнейшие отношения, их формат, и то, чему они эти отношения наполняют. Здесь же может быть и другая история, что люди, которые долго находятся друг с другом, они могут просто ослабить хватку и к какой-то степени договориться, что нет вот этого психологического давления, что человек принадлежит другому человеку. И, соответственно, каким-то образом, не знаю, не отпустить, это неправильное слово, а, ну, вот как вы говорите, оформать, а ослабить, может быть, вот это. Потому что очень часто, мне кажется, люди, которые долго находятся, они уже как-то привыкают друг к другу к какому-то определённому формату. Наверное, есть много отношений, происходящих по инерции. Наверное, и это тоже проверяется только практикой, иногда люди, которые думают, что отношения по инерции, пытаясь расстаться, кто-то использует облегчение, а кто-то, наоборот, вдруг понимает, что есть чем дорожить. И это тоже возможность что-то пересмотреть, что-то понять или, как минимум, друг с другом поговорить откровенно и высказаться. То есть, в любом случае, это возможность. Ну, да, это же, по-моему, банальность, кризис – это всегда возможность. Ну, здесь ещё есть ошибка выжившего. Часто это говорят. Те, у кого получилось, а тем, у кого не получилось, обычно волшат. Но мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернёмся и продолжим. Программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник Мартов. Будем принимать ваши звонки во второй части. Обращайтесь. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим мы сегодня о социальном дистанцировании. Присоединяйтесь по телефону или по другим устройствам с нами связываться можно. Это не нарушает дистанцию. Ну, а в остальном сейчас достаточно серьёзное ограничение не только в Латвии, но и в мире. Кстати, в Германии издали указ, в соответствии с которым нельзя собираться больше, чем двум людям. На улице такие жёсткие меры принимают. Демократическая, кстати, Германия. Это тяжело даётся. Я смотрел речь Ангела Меркель, которая говорила, что такого испытания не было со времён Второй мировой войны. Существенно. Я думаю, что это правда. Это не только они так говорят. Для кого особо тяжело, как мне кажется, оставаться в изоляции? Естественно, в первую очередь людям, склонным к тревоге. К тревоге, к каким-то бесконечным переживаниям, к вовлечённости с гиперответственностью в разные дела. Почему? Потому что есть такой хороший термин канализация тревоги. То есть любая наша деятельность – это канал, куда наша тревога уходит. То есть мы занимаемся работой, мы ходим в спортивный зал, мы тратим время на какое-то общение, которое нам, может быть, не очень-то и нужно. То есть много-много различных форм социального взаимодействия, которое помогает от этой тревоги отвлекаться. А теперь представим себе человека, который оказался дома. Оказался, скажем, в двухнедельном карантине. Но вертус сейчас происходит со всеми. Не знаю, как у вас, Вадим, включая меня тоже, ты периодически прислушиваешься. Вроде температура поднимается, а вроде нет. То есть ипохондрия, в общем-то. Ну, как ипохондрия такая? Есть некоторые основания. Когда ты везде на каждом шагу читаешь список симптомов, он повторяется многократно, и ты задаешь себе вопросы, а этот кашель, ты кашел сейчас случайно? Ты чем-то поперхнулся? Или это тот самый сухой кашель? Или еще что-то? Так вот, даже люди не очень склонные к тревоге, к себе прислушиваются и ищут все разные симптомы. Но в этом получается такой главный страх остаться наедине со своими мыслями. То, о чем вы говорили, что нет того канала, куда можно спустить вот этот тревог. С мыслями, с эмоциями, с ощущениями. И со страхом. Совсем в одном флаконе, если можно так выразиться. Потому что тревожные люди это еще и мнительные люди. А теперь представьте себе, когда за каждым кашлем или легким повышением температуры, которого, может, нет, тебе мерещится страшная болезнь. Ты вспоминаешь про нехватку аппаратов или искусственной вентиляции легких во всем мире. Ты читаешь истории о том, что даже в богатых странах делают выбор, кого будем спасать, а кого не будем спасать. А теперь представьте, что это все происходит с человеком мнительным. Человек мнительный, который в десятки раз. То есть мнительный человек тот, который, и не слышав ни о какой эпидемии, от любого небольшого симптома, начинает бежать по врачам, сдавать анализы, искать все страшные болезни. Теперь про болезнь более или менее страшную везде говорят и пишут, и симптомы всем известны, а главное, что они не сильно специфичны. Но болезнь это не самое страшное. Болезнь не самая страшная. Да, есть проблема, но тем не менее, если мы говорим опять же о такой тревоге, то мы видим, я вижу это, то есть я кошленул в маршрутке, на меня посмотрели как на прокаженного, то есть звонил нам на радио радиослушатель, который сварщик и предлагал заваривать людей в квартирах, если они сидят на карантине. То есть потом позвонил еще один, который сказал, давайте всех бездомных выводить на 101-й километр, но дальше мы ему уже не дали мысль продолжить, просто его выключили. То есть это те фильтры, которые у людей просто слетают, то есть вся наша цивилизованность, некий такой набросок культурности, он мне кажется слетает под давлением вот этого страха. Ну, заваривать живых людей в квартирах, вот я раньше такого не слышал в нашем эфире. Теперь вот, человек добровольно предлагает свои услуги. Ну, слушайте, у нас возникает вопрос, это кто-то из тех же интернет-воинов диванных, которые пышут всякими страшными идеями, или это люди, которые действительно готовы что-то потом воплощать в жизнь? По крайней мере, я уже лично знаю истории, где члены семьи угрожают доносить друг на друга в полицию, если будут выходить из квартиры, нарушать карантин. Такая орловская история, получается. Да, да. То есть, то, что понимаешь, что тот самый 37-й год со всеми этими доносами, это совсем не такое далёкое прошлое. Создая условия и недостатка в желающих доносить, не будет. Причём, они будут делать доброе, святое дело, спасать общество. Но здесь, мне кажется, ведь мы находимся ещё на таком лёгком уровне, да, то есть, жизнь наша, по большому счёту, не очень сильно изменилась после закрытия гранит. Я просто подумал, вот буквально на днях, а что будет, если в магазинах кончится еда, нас отключит интернет, мы потеряем вот те каналы связи, которые есть. Во что мы превратимся и как быстро это произойдёт? Я надеюсь, нам не придётся это выяснять. Я тоже очень хочу, чтобы этого не было. Мы можем перечитать или пересмотреть массу постапокалиптических сюжетов, в них недостатка нет, но превращаться в безумного Макса не у всех получится. Обычно это не героическая история. Вот. То есть, одна из вещей, которая нас всегда пугает в изоляции, это та самая тревога, с которой что-то надо делать, а что, непонятно. Потому что ты находишь что-то из самой изоляции, ну да, ты можешь к счастью по скайпу или по любым другим онлайн-спо связаться с друзьями. В общем-то, наше время позволяет даже собственным психотерапевтам пообщаться. Поэтому всё-таки наша изоляция, пока ещё интернет, существует не так уж сто процентов. Но всё равно замкнутость в четырёх стенах наедине. Вот. Но у нас дистанция. Да, наедине со своими мыслями. От друга находимся. И потоком информации до какого уровня тревоги или паники это может довести, я не знаю. Хотя есть люди, которые, допустим, есть люди, которые панически боятся летать. Известны случаи, когда такие люди во время полёта вскакивали и пытались открыть аварийный выход и так далее, и так далее. Их приходилось связывать, укладывать на пол. И это единичные случаи, но тем не менее. Но сегодня вот у психотерапевтов прибавилось работы? То есть, вы это чувствуете, вот эту тревожность, которая витает в воздухе? Или, в принципе, пока всё в пределах такой стандартной модели? Я не могу отвечать за всех, но я знаю, что часть людей предпочитает перейти на онлайн-общение, часть людей предпочитает всё равно общаться лично, и поскольку всё-таки в моём кабинете мне проще соблюдать нормы гигиенические, это пока ещё возможно. Есть люди, которые, кстати, говорят, что, извините, экономическая ситуация сейчас такая, что не позволяет мне лишние расходы. Бывает и так. Я думаю, что тревоги прибавилось, а вот востребованность психотерапевтов… Правда, я читал тексты кого-то из психологов в Фейсбук, которые предлагали безвозмездно психологическую поддержку по телефону. Так что такое тоже, естественно, этот вопрос задавать им. Ну, а вообще, если всё-таки проанализировать, ведь многое зависит от того, как долго продлится карантин, потому что там, наверное, тоже мы переживаем разные стадии принятия этой ситуации. То есть, сначала нам это кажется чем-то шокирующим, затем мы как-то постепенно к этому привыкаем, и через какое-то время мы можем вообще уже практически не вспомнить, как было раньше. Вот как это происходит с психологической точки зрения вот при таких событиях? Как человек адаптируется к условиям? Я помню, был старый анекдот, в котором была фраза «А куда ты денешься с подводной лодки?» Ну, она актуальна сегодня. Да, я думаю, что никто особо нас спрашивать-то не будет. Но поскольку, как показывают человеческие истории, люди адаптируются к войнам, к голоду, к хаосу власти, к болезням, в том числе, к блокадам и тому подобным вещам, наверное, наверное, мне кажется, я как-то сказал, что, возможно, эта история есть свои плюсы, потому что это вроде гигантских учений по гражданской обороне планетарного масштаба. Это у нас сейчас болезнь со смертностью по разным сведениям от полупроцента до трёх-четырёх процентов. Это не какая-нибудь болезнь, когда 30-40 процентов смертность. Это не было, скажем так. Да. То есть, у нас много страха, у нас есть экономические ограничения, но в общем-то где-то под всеми страхом понятно, что это звучит, конечно, мрачно, но два-три человека из сотни умирающих это не очень много. И каждый, который задумывается, он сейчас взвешивает свои собственные шансы, войдёт в число этих двух-трёх или не войдёт. Но мне кажется, что вот такая встряска не может пройти бесследно ни для общества, ещё для людей я бы, конечно, так бы не был уверен. Для кого-то она не пройдёт. То есть, кто-то начнёт понимать, что очень много, как много в доэпидемической ситуации в жизни было иллюзорного, как многим было наполнено наше время в общем-то не очень нужным. То есть, у нас появляется возможность взвесить, что из того, чем мы наполняли наши будни, на самом деле было необходимо, что для нас имеет некий экзистенциальный смысл, а что на самом деле есть такое... То есть, зёрна отплевел можно? Можно и так сказать, белый шум, времяпровождение, что-то без чего можно смело обойтись. Я думаю, что каждый из нас это будет для себя устанавливать. Пока что, по-моему, самые пессимистичные прогнозы, что всё это закончится где-то к осени. То есть, на полгода мы примерно расстраиваемся в состоянии карантин. У меня есть знакомые во Франции, которые говорят, что министр образования Франции сказал, что он рассчитывает, что где-нибудь к началу мая дети смогут пойти в школу. Поэтому везде свои оценки, и нам трудно к этому приспосабливаться. Но мне кажется, что снова у каждого из нас нам каждому пристает вырабатывать свой собственный план в этой жизни. И вопрос из всего, что происходит, мы какие-то выводы в итоге делаем или нет. Но здесь же есть ещё один аспект, кроме непосредственно вируса, есть риск, и он очень большой, и мы наблюдаем, что это уже происходит, потерять уровень жизни, к которому мы привыкли. Потому что люди теряют работу, люди теряют те зарплаты, которые у них есть, и так далее, и тому подобное. Наверное, у многих уже слетают какие-то контракты, и так далее, и тому подобное. И это достаточно долгоиграющая история, которая будет отяжелять нам жизнь, мне кажется. будет, будет. Я думаю, что здесь людям, пережившим девяностые, будет как-то легче. Вот это не впервые в жизни. Есть это нынче модная ироническая фраза «Окей, бумер». Так вот, бумерам в чём-то будет легче. Что бумеры знали, не помнили, что такое некая стабильность, которая вдруг обрушивается, и всё, что тебе было, казалось бы, гарантированно, и всё было, может, скучновато, но прогнозируемо, превращается в пыль. Превращается в пыль, и уж тебе точно не скучно, и прогнозировать тебе сложно. А там то ли у тебя азарт, то ли у тебя тревога и страх, это уж как у кого, от склада личности и того, какие перемены в жизни, или то и другое вместе. Но это ведь ещё зависит от того, в каком возрасте ты встречаешь эти события, потому что те, кому в 90-е, допустим, было там 20-30, даже 40 лет, сейчас они старше, и сейчас сложнее принять вот эту реальность, потому что уже нет такого пространства для манёвра. Или всё-таки вы считаете, этот опыт, он всё компенсирует? Нет, он ничего не компенсирует, но мы всегда больше всего боимся неизвестного. Это проблема смерти. Я думаю, ну, смерть, понятно, но я думаю, есть множество людей, которые знали, что где-то бывают какие-то эпидемии, войны, социальные потрясения, но в общем-то они с самого детства прожили годы в спокойном, предсказуемом мире. У тебя больше денег, меньше денег, работа, но твоя жизнь достаточно прогнозируема, никаких действительно страшных потрясений в ней не было. И вот вдруг выясняется, что твой хрупкий мир оказался иллюзорен. Но не зря буддисты говорят, что вся наша реальность иллюзорна. Вот мы все проникаемся буддистскими знаниями. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вас успокоить, да, хуже, чем 90-е годы мы жить не будем. Это я вам точно говорю. Потому что, как вспоминаю 90-е, это полгода на макаронах, ребята, понимаете? А вы говорите, что продуктов не будет. Ну, у нас капитализм на дворе, понимаете? А вы говорите, продуктов не будет. Капитализм обеспечит вас всем, понимаете? А если нет, то будем по карточкам, вспомним, ничего страшного. По талонам еще можно вспомнить. Олег, я тронусь вашим желанием меня успокоить. Спасибо большое. Ну, я вспомнил, кстати, 90-е, как папа принес зарплату под солнечным маслом. Это я хорошо помню. Но мама нашла, куда его сбыть. Так что, это был успешный опыт. Видите, как гармоничные чета ваши родители. Да, вот это как-то из детства прямо запомнилось. Я не знаю, насчет хуже не будет. Честно говоря, это, на мой взгляд, я рад, что Олег столь оптимистично настроен. Потому что мы не знаем, как бы... Я тоже очень надеюсь, что хуже не будет. Я тоже очень надеюсь, что хуже не будет, что это пройдет несколько месяцев, и все это закончится. Вопрос в том, вопрос для каждого из нас в итоге. вот лишний способ, лишняя возможность познания себя в этой ситуации и понять, кто я, какой я, к каким испытаниям я готов. И мы же знаем, у людей есть разные типы испытаний, разные типы реакции на испытания. Кто-то продолжает упорно, как муравей, делать свое дело, вкалывать, несмотря ни на что, и это обычно какие-то результаты. кто-то впадает в депрессию, ложится лицом к стене, и его приходится спасать из этой ситуации. Кто-то начинает винить окружающий мир, пытаться взорвать его. Кто-то говорит, плевал на вашу карантин, я хочу веселиться, у меня деньги заплачены. Да, вот это, кстати, ролики, которые появляются, есть несколько, по крайней мере, в Латвии таких. Поэтому полезная информация из всей этой истории, кто я, как я реагирую на ситуацию такого предельного стресса, как я способен уцелеть без возможности бесконечно наполнять общением с кем-то, какими социальными событиями. И вот это, на самом деле, очень интересные вопросы к себе. К себе, как кружа, есть люди с внешне обвиняющей позицией, и, как вы заметили, Вадим, у нас полно людей с конспирологическим мышлением, которые крайне оживились, и теперь пишут, чей это заговор, и кто наверняка на этом наживется, и так далее. И сейчас звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Игорь зовут. Я хотел, что вот может быть вы и больше ведущие, а не экспертные эксперты тоже. У меня не по вирусу, тоже по всей ситуации, да, как вы можете прокомментировать от государства, говорит, кто заболел, карантин, все понятно, да, много меры. Государство, как всегда, говорит, ты должен это, это, это и это. Вот там в Испании, в Италии, где-то я слышал, там какие-то платежки по коммуналам отменяют, еще что-то. Вот в Латвии у нас государство так, ты должен сделать это, это, это. Вот у меня вопрос, ты работаешь, не знаю, компания, на себя работаешь, еще как-то, да, вот что тебе делать в эти две недели? Если бы было так, государство, мы вам там на счет, не знаю, по последним, там, средний за год, там, прибыль ваша, или что мы делим, на месяц, на пол, перекидываем на счет прибыль вам, какие-то там проплаты отменяем, у нас какого нет, у нас просто ты должен сделать это, это, а как ты потом будешь рассчитываться с там, Ригаснаму Парлодекс, насколько я понимаю, там, есть мороз, нет мороза, счет, как был, так и шел. Да, мы поняли ваш вопрос, но он такой прикладной, в общем-то, наверное. Кстати, многие уповают на государство в такой ситуации, и разочаровываются, когда государство не оправдывает ожидания. Пять вариаций, фразы государство, это государство рознь. Ну, я про наш. Чего ждать от нашего государства, я не знаю. Это уж как повезет, то, что наше государство, по крайней мере, часть его, даже в этот момент, когда медики перегружены, отказался повышать им зарплату, это тоже о чем-то говорит. Мне, кстати, интересно, они себе компенсации за то, что они на карантине двухнедельный выпишут или нет. Вот, кстати, очень интересный вопрос. Я думаю, полная стоимость будет, что работали удаленно-то наши слуги-то народа. Я думаю, Вадим, вы как представитель СМИ точно об этом узнаете. Мы отследим это. Каким образом это сделано. А резюмирую наш сегодняшний разговор. Как там было? Времена не выбирают, в них живут и умирают. Да. Это Кушнер, по-моему. Вот у нас сейчас очередное время, которое нашего мнения никто не спросил. Где и как мы хотим находиться. Мы можем, конечно, как сейчас делают многие, бесконечно созваниваться, обмениваться с новостной информацией. Мне как-то позвонил один мой друг. Я сказал ему, дружище, я тебя очень люблю. Ты со мной уже четвертый день, ни о чем больше кроме этого не говоришь. ты заметил? Говорит, хочешь сказать, что я слегка сошел с ума? Говорю, ну что-то вроде этого. Что-то в этом есть. Производитель бесконечный обмен информацией, кто где что написал, помимо откровенных фейков, даже не фейков. Это вот сообщающиеся сосуды, когда перетекает одно и то же. Статистика, количество твердей, количество болезней. Это, конечно, тоже наполняет жизнь, но как-то зачем? Мне кажется, что уж если нам пришлось впасть в эту социальную изоляцию, я уверен, что множество людей есть то, что они давно хотели прочесть, а не прочли, руки не доходили. То, что они хотели посмотреть, а не смогли. Кстати, сейчас есть, говорят, в интернете многочасовые туры по музеям мира. Тоже абсолютно бесплатные. Онлайн-курсы, лекции ведущих, экспертов лучших университетов, там много всего сейчас. Я, например, в Ютубе регулярно слушаю лекции по истории, очень наполняет время, особенно, когда оно есть. У нас, повторюсь, еще раз, есть хорошая возможность наконец-то побыть с нашими близкими и выяснять не только какие-то повседневные обыденные разгар темы, а поговорить с нашими детьми не только об учебе. Они учатся удаленно сейчас. Да, но это немножко другая история. И мне кажется, как-то эту возможность, что такое случилось, грех упускать. То есть, провести все это время в панике, в тревоге и думать, боже, боже, мы все умрем, ну, можно, конечно, и это очень эмоционально насыщенно, но зачем? Еще раз, не пир во время чумы, не эфир во время чумы, ну, и не чума, в конце, слава Богу, но все-таки, но где-то происходит эпидемия по своим законам. То, что мы можем делать, это все разумные средства, чтобы не заболеть и не заразить своих ближних, и второе, это все разумные средства, чтобы не впадать, вот сейчас есть этот популярный термин, инфодемия. То есть, эпидемия не вируса, эпидемия – бесконечной тревожной информации. Вот вы выгрезьте на берег из этого информационного потока. На самом деле, здесь есть два-три источника, которым стоит доверять, а все остальное от бесконечных мыслей, как там в Италии, Испании и Китае, жизнь латвийского гражданина и его близких не изменится. Есть масса вещей, куда более, на самом деле, для нас актуальных, наверное, вечные и вневременные вещи, на которые стоит обратить внимание. И тогда это социальная изоляция. Считайте, что это некоторый вынужденный отпуск, который можно использовать с толком. Ну что ж, на этом мы завершим сегодня программу «Диагноз неделя». Встречаемся в следующий понедельник. Да с Бог. Да с Бог, да, если кто не верующий, ну, в общем-то, как обстоятельства сложатся. Ну, мы надеемся, что все-таки такая возможность у нас будет. Резник Мартов работал в студии, врач-психиатр. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в вечернем интерактиве. Там у нас хроники изоляции. Традиционная рубрика последних дней.